Осталось четыре главы. Эта глава, последняя глава, в которой ученики подводят золотустру, в данном случае его подводит его любимый ученик, и после этого происходит небольшое озарение, а потом большое озарение. Или сначала большое озарение, а потом еще одно озарение, которое заставляет золотустру наконец-то покинуть своих учеников, оставить идею об учениках и начать подниматься самостоятельно и решать те проблемы, которые должны были решать ученики самостоятельно. Как называется эта глава? Прорицатель. Прорицатель. Вот прорицатель и черодей – это одно и то же, как мне кажется, лицо. Это пессимист, в том и в другом случае. Это говорит в четвертой части песня, которую он поет в пещере, на которую поддаются все великие люди, кроме одного, который потом очень расстраивается по этому поводу. Который, по-моему, аж затягивает свою песню. Настолько расстраивается, что сам пытается петь. Хорошо. Это глава-прорицатель. Это глава-пессимист. Кто это? Кто такой Таланту? Старическая личность, чтобы нам было бы проще. Это Руссо. Поэт. Гёте. Скажите Гёте, этого будет достаточно. Гёте. И последний. Кто же такой прорицатель? Шопенгауэр. Если мы посмотрим своевременные размышления, там они все трое упоминаются, мы узнаем, что Руссо слишком мстительный, Гёте слишком созерцательный и слишком консервирующий, Шопенгауэр, как называется? Как называется? Воспитатель. Да. И только Шопенгауэр, воспитатель. Перед тем, как стать оптимистом, перед тем, как зажечь свой собственный огонь, Золотустер понес свой прах на гору. И этот прах, прах пессимиста. Перед тем, как стать оптимистом, Золотустер был пессимистом. Перед тем, как выздороветь, он был больным. И пессимист номер один, который научил его этому, это, конечно же, Шопенгауэр. Что говорит прорицатель, что говорит пессимист? А потом мы поговорим о том, откуда это взялось. Прорицатель. Я видел, что наступило великое улыбнение среди людей. Лучшие устали от дел своих. Объявилось учение, вера бежала рядом с ним. Все пусто, все равно все было. Сейчас вопрос. Лучшие устали от дел своих, это же... Это относится к Золотусте, который устал от себя? Нет, еще нет. Это в будущем все. То есть, что говорит прорицатель? Это же есть прорицание, да? Он говорит, что рано или поздно наступит конец всему. В том числе и оптимизму. Рано или поздно все окажется бывшим. И потому все окажется пустым, равным и законченным. Все холмов доносилось. Все пусто, все равно, все было. Правда, собрали мы жатву. Но почему сгнили и почернили наши плоды? Что упало с итогового месяца в последнюю ночь? Да, правда, собрали мы жатву. И правда, до этого ученые и философы что-то сделали. Да, достигли каких-то истин. Нашли их, создали, неважно. Но почему теперь эти истины сгнили и почернили? Почему они закончились? Что случилось с оптимизмом? Да, и даже море отступило назад. Даже тщеславие больше не является мотиватором. И сердце земли больше, хотя оно и золото, оно больше не открывается. Земля хочет треснуть, но глубина не хочет поглотить. А где есть еще море, где можно утонуть. Так раздается наша жалоба над мелкими болотами. Все истины стали мелкими. Поистине мы слишком устали для смерти. Мы еще бодро спорим и продолжаем жить в склепах. В склепах, да. В склепах, в смысле там, где все законсервировано. Там, где все остановилось. Там, где нет изменений. Что говорит прорицатель? Прорицатель говорит, что все обречено. Всякое учение обречено. Почему он пессимист? Потому что он познал закон становления. Все рано или поздно кончается. Но не смог найти себе в силу это становление преодолеть. И потому он обращается и к самому золотустры. Учение сверхчеловеке обречено. Учение золотустры обречено. Но не будем пока касаться золотустры, а поговорим лучше о Шопенгауэре. То есть о пессимисте. Шопенгауэр как пессимист это естественный исход разложения сократизма. Вот теперь пришло время поговорить о Сократе как поворотной точке истории. Том 1, страница 90, середина 15-го подограда. В духе этих последних вещих вопросов следует все и сказать о том, как влияние Сократа простерлась вплоть до нашего времени, да и на все будущее, словно постоянно растущие в лучах сходящего солнца, накрывающие потомство тень. Как это влияние постоянно вынуждает заново творить искусство. И при том искусство уже в метафизическом, широчайшем, в большейшем смысле слова, своей собственной бесконечностью ручаясь за его бесконечность. Пока мы не были в состоянии понять это, пока глубочайшая зависимость всякого искусства от греков, от греков начиная с Гомера и кончая Сократом, не была нам убедительно доказана, мы поневоле должны были относиться к этим грекам как афиняне к Сократу. Как афиняне к Сократу. И следующая страница. Давайте сократим чтение, поэтому последнее предложение на ней. Поэтому Лесинг, честнейший из теоретических людей, и решился сказать, что его более занимает искание истины, чем она сама. Угу. Честнейший, то есть обладающий самой молодой добродетелью. И тем, к величайшему изумлению и даже гневу людей науки, выдал ее основную тайну. Но, конечно, наряду с этим уникальным прозрением, эксцессом честности, если только не наносчивость, существует благомысленная бредовая идея, которая впервые явилась на свет в лице Сократа. Неужели моя вера в том, что мышление, руководимое законом мочинности, может проникнуть в глубокий шрибедный бытие, и что это мышление не только может познать бытие, но даже исправить его. Этот возвышенный метафизический бред в качестве инстинкта прирост к науке, и все снова и снова приводит к ее границам. У коих она принуждена превратиться в искусство. При таком механизме дело, в принципе, и к нему и шло. Заглянем теперь на Сократа, посвятив на него факелом этой мысли, и он предстанет перед нами первым, кто, руководствуясь указанным инстинктом науки, сумел не только жить, но, что куда серьезнее, и умереть. От того-то образ умирающего Сократа человека, знанием и доводами освободившегося от страны смерти, есть вывеска на вратах науки, напоминающая каждому о ее назначении, а именно делать понятным существование, тем самым его оправдывать. Делать понятным существование и тем самым его оправдывать. Вот была цель науки. Но когда наука сделала понятным существование, она сделала понятным становление. Оправдать становление стало невозможным. Так появился пессимист. Отправная точка Сократа. Сделай понятным, сделай все добродетельным. Заканчивается конечной точкой Шопенгауэра. Стало понятно, стало невозможно быть добродетельным. Правда, когда доводов не хватает, должен в конце концов служить и них, которые я только что признал даже необходимым следствием. Мало того, создательной целью науки. Ну и там ниже Сократ как поворотная точка истории. Видите, тот принужден будет увидеть в Сократе единую поворотную точку Иосифа, так называемой всемирной истории. Это нас не интересует. Нас интересует первый и последний шаг. Цель науки и ее достижения. Сократ создал науку. Но он создал науку по одной простой причине. Потому что всегда он сам был пессимистом. Том 3, страница 522, парагон 340. Умирающий Сократ. Я посвящаюсь храбростью и мудростью Сократа во всем, что он делал. Говорил и не говорил. Этот насмешливый и влюбленный афинский урод, Кристаллов. Помните, да? Гений сердца. Заставлявший пепетать и схлипывать заносчивых юношей, был не только мудрящим полтуном из когда-либо живших, он был столь же велик в молчании. Я хотел бы, чтобы он в последние мгновения жизни был молчаливым. Возможно, он принадлежал бы тогда к умам еще более высокого рана. Было ли то действие смерти или яда, ловочисти или злобы, что-то такое развязало ему в это мгновение язык. И он сказал, «О, Критон, я должен отстрелить ее петуха». Это смешное и страшное последнее слово значит для имеющего уши. «О, Критон, жизнь – это болезнь». Возможно ли? Такой человек, как он, весело и на глазах у всех поживших всю жизнь солдатом, был пессимистом. Он только сделал жизни хорошую мину и всю жизнь скрывал свое последнее суждение, свисокровеннейшее чувство. «Сократ, Сократ страдал от жизни. И он отомстил еще ей за это, тем таинственным, ужасным, благочестивым и качественным словом. Должен ли был Сократ мстить еще и за себя? Его бьющей через край добродетели не хватало какого-то рана ликодуши. Ах, друзья, мы должны превзойти и греков». Мы должны превзойти и греков. И следующие два параграфа, следующий параграф 341, посвящен духу тяжести, а 342 посвящен началу золотостя. «Сократ порождает дух тяжести, порождает из пессимизма. Что такое дух тяжести и кто должен с ним бороться?» Два вопроса, на которые отвечают два следующих параграфа. «Величайшая тяжесть». «Если бы днем или ночью прокрался за тобой в твоем уединеннейшее одиночество, некий демон и сказал тебе?» «Да, мой главный враг, мой демон – это дух тяжести». «Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты пожить еще раз, еще бесчисленное количество раз. И ничего в ней не будет нового, но каждая воля и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох, на все несказанно малое и великое этой жизни, должно будет на новое вернуться к тебе. И все в том же порядке и в той же последовательности. Так же и этот паук, и этот лунный свет между деревьями». «Запомните паука и лунный свет». Так же и это вот в мгновение я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова, и ты вместе с ними, песчинка из песка. «Разве ты не бросился бы на взничь, скажи ща зубами и подлиная говорящего так демона? Или тебе довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы ему, «Ты Бог, и никогда не слышишь ли я ничего более божественного?» «Владея тобой эта мысль, она бы преобразила тебя, и, возможно, стер бы в порошок вопрос, сопровождающий все и вся. Хочешь ли ты этого еще раз? И еще бесчисленное количество раз? Величайший тяжесть лил бы на твоих пастухов». Да, смотрите, это для Максима Павловича больше, чем для вас остальных, но все же, золотовство побеждает дух тяжести с помощью настоящей тяжести. Дух тяжести не есть настоящая тяжесть. Настоящая тяжесть – это ответ на вопрос о вечном возвращении. Или насколько хорошо должен был ты приотноситься к самому себе и к жизни, чтобы не жаждать больше ничего, кроме этого последнего вечного удостоверения и скрепления печати? И после этого тяжелейшего вопроса, который должен победить дух тяжести, наступает 342-й параграф, последний параграф в этой книге. И теперь трагедия? Наступает трагедия. Когда Заратурство исполнилось 30 лет, покинуло он свою родину и озеро Абурми и пошел в горы. Смотрите, Сократ, убивший трагедию, умер. Что происходит, когда умирает убийца трагедии? Трагедия возвращается. Наступает трагедия. Здесь насаждался он своим духом и своим одиночеством, и в течение 10 лет не утомлялся счастьем своим. Но, наконец, изменилось сердце его, и однажды утром поднялся он за ее, встал перед солнцем и так говорил к нему. Вы знаете, что он говорил дальше, мы читать не будем. Вы можете... Давайте я скажу вам, но мы не будем это читать. Том 5, страница 220, параграф 295. Это про то, что на Сократа нужно равняться. Так как Сократ – поворотная точка истории, он достиг величайшего, чему мог достичь философ. И в этом смысле Сократ – это еще и пример. Итак, прорицатель. Услышав речи прорицателя, я напоминаю, речь эта состоит в том, что закон становления гласит, что все рано или поздно закончится. Такие речи слышал Заратустром от одного прорицателя. И эти безгазания проникли в его сердце и изменили его. Печальный и усталый бродил он. Он стал похожим на тех, о ком говорит прорицатель. Похож на тех, о ком говорит прорицатель. Прорицатель единственный, кто из философов, из ученых достигает сердца Заратустром. Этого не делает ни ученый, ни философ, который сидит на кафедрах добродетели. Этого не делают ни поэты, этого не делает никто. Но прорицателю это удается. Прорицателю это удается, потому что он говорит ровно то, во что горит Заратустром. Вечный закон становления. То есть пессимисты верят в закон становления? Конечно, что все закончится. Поистине, сказал он своим ученикам, еще немного и наступят эти долгие сумерки. А как же спасу я тогда мой свет? Чтобы не погаснулся где-то печали. Для дальних миров должен он быть светом и для самых далеких ночей. Так опечаленный в сердце своем бродил Заратустром. Что значит для дальних миров должен быть он светом и для самых далеких ночей? О чем думает Заратустром? А распространение в получении Дарь. В чем проблема со светом? С далеким источником света? Чем дальше, тем дольше, тем дольше. Вот, он думает о будущем. Он не для ближайших. Он уже понял это. Он для будущих. Так опечаленное в сердце своем бродил Заратустром. Ни три дня не понимал он ни пищи, ни питья, не имел покоя и потерял речь. Наконец, случилось так, что он впал в глубокий сон. Ученики же сидели вокруг него, будут спать долгими ночами. Из беспокойства ждали, проснется ли он, загреть ли опять и вызовет ли я свою печаль. И вот речь, которая пройдет Заратустром, когда проснулся. Но его голос находил учеников, словно издалека. То есть, они все равно не слишком хорошо его слушают. О чем же расскажет им Заратустром, когда проснулся? Послушайте сон, который я видел, друзья мои. Помогите мне отдыхать его смысл. И Заратустром задает им загадку. Он снова говорит загадками. И чем дальше, тем больше он будет говорить загадками. Естественно, пик наступит в главе о ведении загадки, который так и будет называться, о загадке. У меня вопрос в связи с того, что Заратустром понимает, что он ученик для будущего. Получается, его ученик будет понят только в предыдущем. Это значит, что те, кто будет после него потомки, вернутся к... Нет, они вернутся, а достаточно далеко уйдут. Эти еще не слышали о смерти Бога. Свет о смерти Бога еще не дошел до них. Поэтому Заратустр, говорящий, как жить после смерти Бога, должен ждать, пока смерть Бога дойдет до всех. То есть, получается, он говорит о том, что его учение... То есть, его учение так или иначе достигнет людей, которые достигнут именно после, а уже после его смерти. Да, да. В далеком будущем. В далеком будущем. Смотрите, люди к философии будущего. Не к современной философии. То есть, не важно, что он говорит сейчас. То, что он подразумевает, не достигнет в будущем без него, да? Нет, 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 нет. То, что он говорит сейчас и будет для будущего опорой. Но его не поймут сейчас. Его поймут только тогда, когда до людей дойдет весть о смерти Бога. Но должны ли люди в будущем, когда они дают вести смерти Бога, вернуться в это прошлое? Нет, не в прошлое. Заратустр уже в этом будущем. Все остальные еще не дошли. Да, в историческом... Ницше понимает первым, что Бог умер. И для Ницше первого встает вопрос, как жить в этой ситуации. Большинство людей еще не поняло, что Бог умер. Для них еще не встал этот вопрос. И потому Ницше для них не актуален. Об этом он, собственно, сам и говорит. То есть, рано или поздно, когда для вас встанет вопрос, как жить, когда Бог умер, вы повернетесь к Ницше, потому что он уже продумал это. Помните, мы с этого начинали. Философ не сын своего времени. Он пасынок своего времени, потому что он сын будущего. Но условия, которые мы поймем, о том, что Бог умер, отличаются от условий, которые мы поняли Ницше. Да, естественно. То есть, учение Ницше должно быть изменено. Это не догматизм. Да, но к нему мы должны будем обратиться. Допустим, что вот мы сейчас осознали смерть Бога. Мы должны повернуться в прошлое, увидеть Ницше, который это понял, и вернуться к его учению. Понять, что из его учения мы можем принять в текущей ситуации, что должно отрываться. То есть, это не поворот к прошлому, это забрать оттуда то, что сейчас построили. То есть, это попытка совершить интерпретацию. То есть, понятно, что никто не поймет, что Ницше говорил и как Ницше говорил. Вы говорите, кто еще сделал, кто еще пережил то, что пережил я? И как он это сделал? Как он не умер? Оборачивайтесь, находите Ницше. Как он узнал о смерти Бога и не ушел в монастырь? Как он узнал о смерти Бога и не сошел с ума? То есть, получается, Ницше предстегает нас от слепого возвращения. Это невозможно. Слепое возвращение невозможно, потому что нет текста, есть только интерпретации. Ницше говорит, что он пишет не для сейчас, он для будущего. Ну да, я к тому, что он предостерегает нас верить в Него. Да, только это он своих учеников предостерегает верить в Него. То есть, получается, условно говоря, Ницше говорит нам, сейчас же с ним, что... Не надо верить в Золотустру, естественно. Не надо верить в Ницше. Да, здесь в данном случае они взаимозаменяемы. То есть, люди, нынешние, условно, там, неоконсерваторы, допустим, нитчанцы, которые верят в Ницше, они... Нитчанцы, которые верят в Ницше, никогда ничего не делали. Консервативные революционеры находились под влиянием. Но так, чтобы среди них были там предназначены нитчанцы... Нет, я к тому, что люди, которые верят в Ницше, идут против него. Вот Максим Павлович, что время говорит, что есть какие-то школьники, которые существуют где-то в сети и любят Ницше. Да. Вот они идут против него, да. Ну, они просто слышали имя такое, с которыми они попутывают. Я не знаю, о ком Максим Павлович говорит, поэтому я некомпетентен осуждать это такими. Они существуют специальными коммунами. То есть, это как тролли под мостом, да? Где-то там есть... Не заглядывай под мост, там все время кто-то сидит. Да, там славят сверхчурцы. Вот они не имеют никакого отношения. Хорошо. А трактующие Ницше следуют Ницше или противоречат ему? Ницше. Смотрите, исследуют и противоречат. Противоречат, потому что они трактуют его по-своему, а следуют, потому что трактуют. Но вопрос, чтобы не противоречить Ницше. Нет, так не получится. Нет ничего непротиворечивого, даже в самом Ницше. Куда желание избавиться от противоречий? Ответьте мне. Из-за того. От сократизма, от Сократа. Это Сократ всех ловит, как диалектик, на противоречиях. Помните? Все время попробуй доказать, что ты не дебил. Почему у тебя это противоречит этому? Почему ты только что сказал одно, а теперь говоришь другое? Отбросьте это. Противоречие это нормально. Противоречие это часть жизни. Противоречие это победа над сократизмом. То есть не люди, которые, над которыми являлся Сократ, едином, а Сократ. Сократ выставлял их таковыми, потому что он злодей в этой истории. Загадка еще для меня этот сон. В смысле сокрыт в нем. И для самого Золотусты этот сон загадка. Но для Золотусты он еще пока загадка. А он не может взять? Это как во всех остальных случаях. Видели ли мы этот сон вместе с Золотустой? Нет. То есть Золотуст уже понимает, что его ученики не разгадали. Уже дважды они подвели его. И сейчас они подведут его в третий раз. То есть он испытывает их сознательно. Представим, что ему приснился этот сон. Он мог ничего по поводу него не говорить. Или сразу сказать отгадку. Как обычно. Как это делает учитель. Но он проверяет их. И он еще не летает над ним на вольных крыльях. От всякой жизни отрешился я так снилось мне. Ночным и могильным сторожем сделался я в замке смерти. Да. Золотусты познал глубины пессимизма. Вы найдете это у самого Нитши. Когда Нитши, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, Векки Хомо пишет о том, что сначала перед тем, как создать свое учение, он должен был промыслить пессимизм до конца. Дойти до самой глубины. Там охранялые гробы. Мрачные своды были полны этимитрофеями и побед. Из стеклянных гробов смотрел на меня побежденная жизнь. Запах запыленной вечности вдыхал я. Обратите внимание на побежденную жизнь. Мудрость постепенно в этом смысле. В духоте и пыли лежала моя душа. Да и кто бы мог проветрить там свою душу. Цвет полуночи был всегда вокруг меня. Одиночество скорчилось рядом с ним. Оттоите и хребящая тишина смерти. Удший из моих продуктов. Клечей носил я. Самые заржавленные из всех клещей. И я умел отворять ими самые изгребучие из всех ворот. Подобно злорящему каканью, пробегал звук под длинным ходом. Когда поднимали затворы ворот, не при ветре укоричала эта птица. Неохотно давала она будить. Но было еще ужаснее и еще сильнее сжималось мое сердце. Когда все замолкало и кругом подворялась тишина. И я один сидел в этом коварном молчании. Так медленно шло время, если время еще существовало. Откуда мне знать? Но наконец случилось то, что меня разбудило. Трижды прозвучали удары в ворота, как громом. Трижды зазвучали и заявили своды в ответ. Тогда пошел я к воротам. «Альпа!» — кричал я. «Кто несет свой прах на гору?» «Альпа!» «Альпа!» «Кто несет свой прах на гору?» И я нажимал на ключ, напирал на ворота и выбивался из сил. Но не отворялись они на палец. Тут бушующий ветер распахнул створы их. Свистя, завывая, рассекая воздух, бросил он мне черный гроб. И среди шума, свиста и завывания раскололся гроб, и исторка себя тысячеколосых охот. И тысячи грима с детей, ангелов, слов, шуток и бабочек, величина с ребенка, смеялась и издевалась надо мной и неслась на меня. Страшно испугался я и упал на землю и закричал от ужаса, как никогда не кричал. Но, собственно, пик разбудил меня. Я пришел в себя. Так рассказывал Зарат Устро свой сон. И потом умолк. Он еще не знал значение своего сна. Да, достаточно. Ну что ж, я предлагаю вам предложить мне интерпретацию этого сна. Я предлагаю какую-нибудь интерпретацию. Так как мы... Я это буду решить интерпретацией, правильно интерпретировать. Может быть, сам Зарат Устро, либо сам Митше. Мы все равно неправильно интерпретируем. Это правильный ответ. Ага, то есть вы пессимист, да? Здесь есть от романтизма, остатки, в плане описания... То есть, я думаю, вот что. Пессимизм, он же идет... Он идет по рука об руку с романтизмом, с иллюзиями, которые пытаются оттенить вот это вот... То есть, все ясно, что теперь делать. Все ужасно, поэтому нужно описывать смерть. И смерть описывается, да? То есть он видит замок, как воплощение чего-то. То есть это одинокий замок на горе. То есть на вершине стоит что-то недвижимое, что-то нерушимое, и там побеждена жизнь. Он говорит о том, ну, на мой взгляд, да, Трич? Ну, естественно. Он говорит о том, что бытие... Ну, замок, он существует, он недвижим, и пессимисты говорят, что как бы все ясно, вот все, мы познали все, а ну, теперь вот тут стоит. Бытие победило жизнь, потому что... Ну, то есть, побежден... Ну, хорошо, хорошо. Бытие находится невершленная жизнь. И Заратустер, как... То есть... Сейчас. Заратустер, как мыслитель, вынужден охранять это бытие. Он не сможет, он не может, то есть он избежать, вот сам пленник. Потому что пессимисты, да, то есть пессимисты становятся пленниками бытия. Они вынуждены охранять, про свою же побежденную жизнь. Потому что они сказали, что бытие вот оно, все стало ясно, и как теперь жить? Пессимисты не про бытие, они про становление. Ну, они... Ну, хорошо. А что это за ветер, который выбивает ворота? Паученик, конечно, это вопрос. Нет, но я же не спрашиваю паученика. Тогда в вашей трактовке это. Ветер... Что это? Есть целые научные работы, посвященные этому вопросу. Вы не поверите. Есть несколько вариантов ответа по поводу Альпа. Собственно, скорее всего, это связано с тем, что сам Ницше все время там сидел в этих Альпах. Альпа значит гора. Но вообще в статье, которую я читал, есть прям несколько вариантов, там, от каких-то еще языков, от каких-то еще, я уже не помню всех. Но действительно ветер это становление. То есть, что открывает дверь, которая была недвижима, из которой не мог вырваться, ставший пессимистом Заратуско? Ее открывает что меняющее. Так пессимисты, они про становление. Да, но я думаю, что Ницше обвиняет их в том, что они про становление, но они сами себя загнали в отрицание их. Ну ладно, София Алексеевна. Победа в смысле достижений. Он не говорит этого? Он охранит. Хорошо. Если это достижение Заратуско, что это? Что это за достижение Заратуско? Хорошо, Максим Павлович. Начну с символа, который, мне кажется, что приведут меня к ключи. Ключи носил, я сам изражавел всех ключей, и мертв, а эти самые крутые ключи всех народов. Если бы вам называть пробитцатель ворзан, то есть двоих истин, то мне кажется, что может быть, тут как раз этот гектомия уничтожен между мудростью и жизнью. Ключи носил, я сам изражавел всех ключей, и мертв, и мертв, и сам изражавел всех народов. Я обладал мудростью, и мог, ну, то есть я находился в царстве смерти, при этом полностью обладал знанием, мог открыть любые ворота, мог познавать все, мог познавать все, что хотел. Но кроме тех пород, из которых потом будет открываться жизнь, потому что Ницше не сам познает жизнь, жизнь сама войдет и покажет себя Ницше. То есть, как бы, он все мог познать, истина была везде, кроме тех ворота, которые потом... но это ворота в замок, да? Да. То есть, а в замок врывается жизнь? В замок врывается... Ну, да. Но подождите, вот же она лежит мертвая, в гробу. А в Талии это жизнь. Из стеклянных гробов смотрела на меня побежденная жизнь. Это 10. Ну, жизнь ворота в северном тоже полукравлю. Нет, жизнь это... Врывается ветер, и ветер, тогда бушующий ветер распахнул створы их, створ-ворот. Свистя, извывая, рассекая воздух, бросил он мне черный гроб. Не стеклянный гроб, черный гроб. И среди шума и свиста из овывания раскололся гроб, и столько из себя тысячеколос и хохот. Ну, хорошо, да. Знаете, мне интерпретация Максима Павловича дала мысль, что по моему интерпретации ключи действительно как... Ну, то есть ключи к символу мудрости, но возникает почему они заржавелы? Потому что пессимисты все поняли, но это понимание не дает им возможность открыть ворота. То есть если этот замок, замок смерти, как мы... Почему вам все время кажется, что ворота нельзя открыть? Так он пытается их открыть, когда в них уже дует ветер. То есть он не может сам этого сделать. Он не может выбраться. То есть знание пессимиста не может дать ему возможности... Не дает ему возможности вырваться. пессимиста потому что мы начали с пессимиста. Золотустый присниться этот сон под влиянием пессимиста. И потому что трюк смерти, то есть замок смерти, поврежденная жизнь. То есть трюк пессимизма. Здравствуйте, Феликси. он видит в них жизнь поверх. То есть в склепе настолько все тихо и настолько все ясно, что он все видит. А тут он пытается открыть порота и вваливается черный гроб. То есть что-то неизведанное. и он тут же раскалывается. Да. И из неизведанного появляется время. Появляется гомон, появляются вот эти вот крики, бабочки возьмем со ребенка. Может быть вечер это вечное возвращение? Да, вечное возвращение далековато. Ну, далековато метафорично. Но там тоже видение и загадка. То есть это как бы два видения в одном и том же. Хорошо, еще какие-нибудь версии будут. Да, ведь у вас есть ответ на это? Ну, я спросил вас и я слышу, что вы говорите мне ровно то, что я примерно думаю. Может быть не так конкретно, но в этом направлении двигаюсь я. Вот смотрите, что говорит пессимист? Пессимист говорит, что настанет время, закон о становлении гласит, что все проходит. И в этом смысле он говорит, что настанет время, когда все будет открыто. То есть мы дойдем до конца. И тогда уже ничего нельзя будет сделать. В этом смысле золотусты снится, что будет с тем моментом, к которому он как бы движется. Что произойдет, когда он изложит свое учение до конца? Что такое учение философское, научное, любое другое? Это способ заключить нечто в конкретной рамке, способ заключить жизнь в гроб. Учение золотусты на самом деле кладет жизнь в гроб, потому что заключает жизнь в некие конкретные рамки, которые становятся понятны в рамках учения. Ограничивает. Как выразился Лукреция, и давайте я прямо скажу, в русском переводе это ограда, в английском это стены. У мира должны быть стены, у мира должна быть ограда. За эту ограду мы не должны заходить, потому что там ничего нет. Золотусты создает свое учение. Представьте, что он закончил создание своего учения. Каждая молекула жизни, объяснена. Понятно, что она может сделать и что не может. Золотусты действительно ходят с ключами. Это ключи истины. Они лжавые, потому что они старые. И каждый ключ открывает любую дверь. Старые истины открывают все, что угодно. Они всем понятны, они всем доступны. Для этого не нужно усилий. Откуда возникает этот вывод о том, что Золотусты заключит жизнь в гроб? Из времени. Его учение развивается у него есть начало и есть финал. Начало, когда ничего не понятно. Вы смотрите на мир в первый раз. Ничего не понятно, что происходит. Как это работает. Зачем это идет туда, это идет туда. Почему если я прикладываю палец к комфорке, мне начинает болеть. Почему мне нравится это и не нравится это. Это первый шаг. Но во времени это учение развивается и закон становления гласит, что рано или поздно оно дойдет до конца. Все станет понятным, все станет заключенным в рамке. Это происходит потому-то, это происходит потому-то, это происходит потому-то. Пессимист говорит, когда мы дойдем до конца, все станет невозможным. И поэтому нет смысла ни в чем. Но золотурство говорит ему этим сном, на самом деле именно тот факт, что время продолжит идти, мое учение будет разрушено. Мой замок падет, ворвется свежий ветер с гробом, из которого вылезут, то есть как бы с куском моего учения, из которого вылезут вещи, которых я не смог заключить в свое учение. Время погубит мое учение, потому-что оно просто продолжит идти. Закон становления для пессимистов повод быть пессимистами. Все когда-нибудь закончится. Закон становления для оптимистов повод быть оптимистами, ничто никогда не закончится. Даже финальное учение, когда мы все узнаем, будет погублено, потому-что закон становления гласит, все рано или поздно заканчивается. Если время еще существовало, откуда мне знать? Когда вы создаете финальное учение, время перестает существовать. Вам кажется, что время перестает существовать, потому-что перестает изменяться, учение перестает изменяться. Все стало понятно, все заставлено по полочкам. Ничто больше не может измениться. Ну, закон становления гласит, все изменится. Время является залогом не пессимизма, а оптимизма. Закон становления не ведет к пессимизму, он ведет к оптимизму. Это не критика пессимизма, это преодоление пессимизма за радостью. То есть пессимист говорит ему, ты рано или поздно завершишь свое учение, оно станет законченным. Что ты тогда будешь делать? Что тогда вообще кто-либо будет делать? Стравить замок. Да. Вот что делает Камп и Гегель, когда Камп и Гегель заканчивают свои великие философские системы? Отбиваются. Ходят по кругу, да, ходят по стенам. Они больше ничего не делают. Заратуство видит в этом не то, что видит пессимист, он видит в этом оптимизм. Замок падет, обязательно падет. Жизнь обязательно победит, потому что время уничтожит любое учение, даже учение Заратуста. По крайней мере, такую цартовку могу предложить вам я. Но что же говорит ученик? Десять. Так рассказывал Заратуство сон и потом умолк. Он еще не знал значение своего сна. Но ученик, которого он любил больше всех, быстро поднялся, смотрел в руку Заратуста и сказал. Но ученик, которого он любил больше всех, это последняя проверка для самого любимого ученика. Один ученик просто уже провалился, все ученики уже провалились, остался только самый любимый. Сама твоя жизнь объясняет нам этот сон, Заратуста. Не ты ли сам этот вечер с пронзительным свистом, распахивающий ворота в замке смерти? Не ты ли сам этот бурок, полный простой злобы и ангельскими гримасами жизни? Поистине, подобно тысячколосому детскому смеху, ходит Заратуста во все склепы, смешно ночными и могильными стражами и над теми, кто гремит прачными ключами. Пугать и опрокидывать будешь ты своим смехом. Обморок и пробуждение докажут твою власть над ними. И даже когда наступят долгие сумерки и смертельная усталость, ты не закатишься на нашем небе, ты заступник в жизни. Новые звезды дал ты видеть нам и новые красоты ночи. Поистине, самый смех раскинул ты на дна небесным шатром. Теперь детский смех всегда будет бить плечом из гробов. Теперь всегда будет дуть могучий ветер, торжествующий нас смертельной усталостью. В этом ты сам нам пору, кайку и сказать. Поистине, их сам видел ты во сне своих врагов. Это был твой самый тяжелый сон. Но как ты проснулся от них и пришел в себя, так и они должны проснуться от тебя самих и выйти к тебе. Так говорил ученик. И все остальные теснились, как у Заратуса, хватали за руки его и хотели его убедить, оставить в ложе и печаль не вернуться к ним. Какой у вас вопрос? Не является ли ученик Заратусства любимым, потому что он не стит ему? Нет. В чем проблема? Почему он проваливается? Даже любимый ученик Заратусства все еще фанатик и романтик, верящий в Заратусство. Да, он верит Заратусство, и он поставляет его. Да, да. Но он не поэтому любимый. Он любимый, потому что он прав. Заратусство разрушило гробовые учения прошлого. Но точно так же кто-то должен будет разрушить гробовые учения Заратусства. Вот этого он не понимает. То есть если бы ученик сказал, что этот гроб это я, ну то есть если бы он сказал, что... Это ветер. Это ветер, да. Но ветер, это гроб, то есть гроб. Но он взбивает гробового. Да, он взбивает этот гроб, и из этого гроба вырывается жизнь. Я и есть этот ветер, который уничтожит твое учение, когда оно станет закостенелым. Точно так же, как ты уничтожил учение прошлого, которые закостенели. Как же реагирует на это объяснение Заратусства? Заратусство же сидел, выпрямившись на своем ложе с отсутствующим взором. Подобно тому, кто возвращается после долгого отсутствия, смотрел на своих учеников и вглядывался в их лица. И все еще не узнавал их. Но когда они подняли его и поставили на ноги, смотрите, изменился сразу его взор. Он понял все, что случилось, и гладя себе в бороду, сказал трогаем голос. Да, и вот после этого он понял, что произошло. Теперь он сам знает, в чем смысл своего сна. Но скажет ли это он своим ученикам? Ну что ж, это придет в свое время. Вы позаботьтесь ученики мои. Смотрите, это придет в свое время. Что придет в свое время? Внимание. Но учение не будет. Гибель его учения. Это придет в свое время. Но позаботитесь ученики мои, чтобы был у нас хороший обед и поскорей. Так я думаю искупить дурные сны. Прорицатель же должен есть и пить рядом со мною. И поистине я покажу ему еще море, в котором он может утонуть. Так говорил Заратустра. Я еще долго смотрел на улицу ученику, объяснившему сон. Качал поэтому головой. И качал при этом головой. И даже последний ученик, даже любимый ученик его подвел. Заратустра понимает потихонечку самое важное. То, что скажет ему дух тяжести. Помните, что говорит Заратустра о дух тяжести? Заратустра камень. Он кинул себя высоко вверх, теперь должен упасть там. Учение Заратустра тоже закончится. Как быть, когда философ, претендующий на создание новых истин, в кавычках, понимает, что закон становления гласит, что его учение тоже закончится. Что рано или поздно все, что он сделал, будет стерто в прах. Что рано или поздно все его достижения будут забыты. Что рано или поздно отголосок его воли к власти погаснет. И даже эхом он не будет восприниматься. И шире, как быть, если всякий философ знает, что человечество рано или поздно закончится. А это значит, что все его усилия на самом деле бессмысленны. Что бы он ни делал. Как бы он ни пытался навязать миру свою волю к власти, он может это сделать только пока существуют другие люди. Только пока есть зеркало. Как жить, зная, как творить, зная, что все, что вы сделаете, является бессмысленным. Для простого человека это не проблема. Для хвостов это серьезнейший вопрос. Об избавлении. Об избавлении. Решающая глава, в которой Золотусство кое-что понимает о своем учении. Кое-что познает в себе. Однажды, когда Золотусство проходил по большому мосту, кружили его коллеги и нищие, и один горбатый так говорил ему. Ну, естественно, когда он проходил по большому мосту. Вы помните? Да. Да, отлично. И сострадание к нищим. Посмотри, Золотусство. Также народ учится у тебя и приобретает веру в твоего учения. Да, Золотусство становится, так как он море, и он не может иначе, Золотусство становится все более и более популярным. Вот уже о нем распускаются мифы и слухи. Вот уже люди начинают верить Золотусство. И даже народ начинает верить Золотусство. Даже народ учится у тебя и приобретает веру в твои учения. Чтобы он совсем веровал в тебя, для этого нужно еще одно. Ты должен убедить сначала нас, коллег. Итак, Горбатый предлагает Золотусстве народную веру до конца. Стремится ли Золотусство к народной вере? Нет. Поэтому мы заранее можем предположить, что он откажет Горбатому. Здесь у тебя прекрасный выбор. И поистине случай с несколькими шансами. Слепых можешь исцелять, ты их ромыться, оставляешь бегать. И у кого слишком много за спиной, ты тоже мог бы кое-что поубавить. Но, естественно, Горбатый намекает на себя. Это, думаю, я, было бы прекрасным средством заставить коллег уверовать в Золотусство. Народ уверует в Золотусство, когда коллеги уверуют в Золотусство. Чем Золотусство отличается от Иисуса? Тем, что Золотусство не лечит коллег. Но Золотусство так возразил говорящему. Когда забирают Горбатого в горб его, у него забирают и дух его. Так учит народ. И когда дают слепому глаза его, он видит неземные стихи на Рудурного. Так, что он проклинает исцелившего его. Тот же, кто дает возможность бегать хромом, наносит ему величайший вред. Ибо едва он сможет сбежать, как его пороки уже летут за ним. Так учит народ о коллегах. И почему у Золотусства не учится у народа, если народ учится у Золотусства? Да, что делает Золотусство? Он отвергает искушение властью над народом. То есть, ровно то, о чем он предупреждал своих учеников. Да, у вас вопрос, ходим. Он возражает Горбатому, говоря так, учит народ. То есть, это не мнение Золотусства, а мнение народа. Естественно, кому Горбатый поверит больше? Народу. А что там на самом деле Золотусство? Здесь же не сказано. Проблема, которая волнует Золотусство, не эта. И здесь она будет раскрыта. Но с тем пор, как живу я среди людей, вне меня это еще наименьшее зло, что вижу я. Этому не достают глаза, тому ухо, третьему ноги. А есть и такие, что потеряли язык или нос или голову. Да, большинство людей калеки. Я вижу и видел худшее. Иной раз столь отвратительное, что не обо всем хотелось бы говорить, но об ином не хотелось бы даже и молчать. Например, о людях, которым достает всего, кроме одного, что у них в избытке. О людях, которые ничто иное, как один большой глаз, или один большой рот, или одно большое брюхо, или вообще что-нибудь большое, калеки наизнанку называя им. И это... А подавляющее большинство людей калеки. Но среди них как есть и еще более страшные калеки. И когда я вышел из своего уединения, впервые проходил по этому мосту и не верил своим глазам, что смотрел, посмотрел и наконец сказал, это ухо, ухо величиной человека. Я посмотрел еще пристальнее, и действительно, ниже уха двигалось еще нечто, до жалости маленькое, убогое и тщедушное. И поистине, что вечное ухо сидело на маленьком тонком стебле. Этим стеблем был человек. Этим стеблем был человек. Понимаете ли вы, о чем говорите за тут-то? То, что иллюзии не про... Ну, а именно в этом... Да, 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 да. Ну, слушай, человек такой... Ученик, из-за того, который... Нет, он впервые спустился с головы и уже увидел ученика. Нет. Одно большое ухо. За что отвечает ухо? За слух. Отлично, есть аммоним, который означает немножко другое в русском языке. Что означает слух в русском языке еще? Ну, музыкальность. Музыкальность, правильно. Одно большое ухо, это композитор. Один большой рот, это удохни. Один большой рот, это оратор. Одно большое пузо, это чайфуфку. Не знаю. То есть, Золотустра говорит, есть коллеги, которым что-то не хватает. А есть коллеги, в которых нечто, одно качество гипертрофировано. Позднее он скажет, и смотрите, и народ говорит, что это идет великий человек. Великий композитор, великий художник, великий оратор. Идея Золотустра, идея Ницше в том, чтобы человек был комплементарным, он был полным, чтобы он был развит полноценно. Но великий композитор не развит полноценно. Великий художник не развит полноценно. Не развит всесторонний. И в этом смысле, снова я обращаю вас к тем, кого называют титанами возрождения. Их называют титанами не за то, что они первые, а за то, что они разносторонние. Если бы у этого человека, который был размером со свое ухо, все органы были бы размером, как это ухо. Какой бы это был человек? Большой. Да, да. Это был бы великий человек. Но без этого, это не великий человек, это великий урод. Это великий калека. Калека наизнанку, калека наоборот. И ничего больше. Золотустра и Ницше бросают упрек всем великим людям прошлого. Практически всем великим людям прошлого. И уж тем более великим людям настоящего. Популярным в народе. Кто это, большое ухо? Популярное в народе. Конечно. Если вы прочтете «Казус. Вагнер» и «Ницше. Контр. Вагнер», вы узнаете, в чем главный упрек Ницше по отношению к Вагнеру. Он кримикистик. Это меньшее. Он популист. Он делает поп-музыку. Музыку для народа. Но это прообраз. Это первый шаг. Это тот самый урод, грубо говоря, с которого все началось. Урод популярного народа. Вот Золотустра не хочет быть популярным у народа именно поэтому. В частности, поэтому. Он же не может. Он же, да, он не может не быть популярным. Но он не хочет быть популярным. Народ же говорил мне, что большое ухо не просто человек, а великий человек. Гений. Но никогда не верил я народу, когда говорил он о великих людях. И я остался при убеждении, что это коллега наизнанку, у которого всего слишком мало и одного слишком много. Сказав так Горбатому и тем, для кого он был рупором, заступником, Золотустра обратился с глубоким недовольством к своим ученикам и сказал. Да, все, Горбатый выпадает из того, что говорит Золотустра из этой сцены до самого конца. Лишь в конце он скажет страшное, и Золотустра вынужден будет задуматься над тем, что он скажет. Большое ухо – это случайность. Люди, ну, можно ли сказать, что великие композиторы, они не просто потому, что они до этого ничего не сделали. Там большой, или большой? Большой урод есть. Большой урод, да. Ну, допустим, ну, ораторы, ну, ораторами, по-моему, еще можно. Там большой глаз тоже. Нет, но композитор, естественно, сделал много для того, чтобы быть композитором. Ну, да, но в плане того, что… Типа талант. Типа талант, да. Прирожденность. Ну, и чему в этом плане учатся? Это же вот это тело, допустим. У Горбатого есть тело, он коллега. И у Большого уха тоже есть тело, которое дало ему Большое ухо, по-моему, и у Миши тоже коллега. Учение. Учение к чему? То есть, Большой человек – это же не может быть человек с просто хорошим телом. То есть, тут нужно к чему-то стремиться. Что нужно делать Большому уху, если он просто родился таким? И у него тело представляет быть его к Большому уху. Вы задаете вопрос о мести. Это правильный вопрос, к которому золотутство перейдет потом. И вы задаете еще один хороший вопрос, то есть, намекаете на еще одну важную вещь. Появление Большого уха – это случайность. Талант – это случайность. Исходящее из таланта величие, следовательно, это случайность. То есть, тут либо мы должны сдать Большое тело, то есть, тоже нужно сдать Лего случайность, в которой будет все сочетать Большой ухо и Большой глаз. Либо Большой ухо должно к чему-то стремиться, чтобы перестать Большой ухо. Нет, мы уже читали этот отрывок, но давайте мы попробуем прочесть его снова. Том 6, страница 111, параграф 4. Человечество не развивается в направлении лучшего, высшего, более сильного. В том смысле, как думают сегодня. Прогресс – это просто современная, то есть сложная идея. Европейцы наших дней – это по своей ценности несравненно ниже Европейцы Ренессанса. Вступательное развитие отнюдь не влечет за собой непременно возрастание, возрушение и умножение сил. И в ином отношении отдельные удачные феномены беспрестанно проявляются. В разных частях света и на почве самых хроничных культур не действительно воплощен Больший тип человека, своего рода сверхчеловек в пропорции к человечеству в целом. Такие счастливые случаи были возможны и, вероятно, будут возможны всегда. Целые поколения, времена, народы могут быть по известным обстоятельствам с такими точными попаданиями. Том 6, страница 235, параграф 4. Вы пока это открываете, а я говорю Максиму Павловичу следующее. Помогает ли Золотустер коллегам? Нет. Должен ли он помочь гигантскому уку? Нет. То есть он помогает профессор Титану? Нет, 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 нет. У него задача глобальнее, чем помочь конкретному коллеге. И вместо того, что помогает Титану, он уговорит Титану. Нет, нет. Сейчас. Давайте, простите этот отрывочек. Из этого сочинения говорит неслыханная надежда. В конце концов, у меня нет никаких оснований отказываться от надежды на диагностическое будущее музыки. В 80-летнем столетии Эльпея предположим, что мое поколение, на два тысячелетия противопротивоестественности и порчи человечества удастся. Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач взращивание высшего человечества, включая беспощадное уничтожение всего выраждающегося и паразитического, сделает снова возможным на Земле тот преизбыток жизни, из которого должно вырасти снова вырасти диагностическое состояние. Мы, конечно, прочтем целиком, но я забегу вперед. Задача золотурства – не помогать коллегам. Задача золотурства – понять, при каких условиях рождается полноценный человек и создать эти условия. Задача золотурства – победить случай. Рождение большого уха – случайность. Рождение большого рта – случайность. Рождение большого живота – случайность. Нужно понять, при каких условиях рождается полноценный человек, и воссоздать эти условия. Я обещаю трагическую эпоху, высшее искусство в утверждении жизни. Трагедия возродится, когда человечество оставит позади себя опыт зесточайших, но совершенно необходимых войн, памяти которых уже не будет вызывать в нем страдания. То есть решающий момент – это победа над случаем. Все это время философия занималась тем, что она игнорировала случай, скрывалась от случая. Воображаемые государства, бегство внутрь себя, созерцание вместо изменения. Изменение мира предполагает принятие случая и победу над случаем, потому что без победы над случаем невозможно никакое изменение. Я вас снова призываю вспомнить о Макеавелле. Узнать, каковы условия возвеличивания человека и сделать так, чтобы великие люди перестали быть случайностью. Именно поэтому Ницше обещает вам эпоху великих войн. Именно поэтому Ницше обещает вам гибель демократии. Именно поэтому Ницше обещает вам гибель церкви. Все это вещи, которые мешали появлению великого человека. Помните, все большие достижения различных культур были возможны только на основе аристократизма. Это одно из условий возвышения человека. Не единственное понятное дело и не критическое, быть может, но одно из. Заратустра не помогает никаким калекам. Ни калекам наоборот, ни калекам просто. Можно лицеть, что Заратустра стремится к избавлению от калек? Нет. Сейчас вы увидите, почему. Мы оставили эту проблему. Сейчас будет проблема глубже для самого Заратустра. Сказав Горбатому и тем, для кого он был рупором и заступником, Заратустра водился с глубоким недовольством своим ученикам и сказал. Быть может, впервые мы видим Заратустру недовольным. Поистине, друзья мои, я божу среди людей, как среди обломков и кусков людей. Для меня ужасное зрелище видеть человека раскромсанным и разбросанным. Как будто на поле кровополитного в боя и войне. И если переносится мой взор от настоящего к прошлому, всюду находит он то же самое. Обломки, куски людей и ужасные случайности. И ни одного человека. Да, и ужасные случайности. Настоящее и прошлое на земле. Ах, друзья мои, это и есть самое невыносимое для меня. И я не мог бы жить, если бы не был провид за того, что должно прийти. Да, мы уже говорили об этом. Я повторюсь, чтобы вы немножко вспомнили. О чем жалеет простой человек? О том, что он сделал. Что-то пошло не так. Вы сказали то, что не должны были говорить. Или ошиблись, или подскользнулись. И вы идете и думаете, какой ужас. Как это произошло? Как я могу это исправить? Да, вот в таких вещах. И вам стыдно. Философ ощущает то же самое. Но не по отношению к самому себе он не совершает ошибок. А по отношению к человечеству. Он оборачивается назад на прошлое. И видит, все прошлое человечества – это ошибка. Нет в прошлом по-настоящему великих людей. Есть только пародии на великих людей. Есть только куски великих людей. Этот хорош ухом, этот хорош глазом, этот хорош пузом, этот хорош головой и так далее, и так далее, и так далее. Он не видит ни одного комплементарного человека. Не видит ни одного полного человека, если хотите сверхчеловека. Да. — И вот вопрос, что для отсутствия, получается, для людей, что человечество вообще живет. — Да, вот вопрос. — Потому что человечество — это больно. — Угу, угу, конечно, конечно. Вопрос, как с этим жить. Единственный способ выносить жизнь для него — это тот факт, что он знает, ну, или вернее, что он хочет сделать из этих обломков полноценного человека. То есть единственное, что оправдывает для него настоящее и прошлое — это будущее. — Само будущее и мост к будущему. А, он подобен калеке на этом мосту. Все это Заратуст. — Да, естественно, Заратуст уже называл себя калекой в шестой главе, в второй части. — Вот и вы часто спрашивали себя, кто для нас Заратуст, как должны мы называть его? И подобно мне вы задавали себе в ответ вопрос, обещающий ли он. Или исполняющий, завоевывающий или наследующий, осень или полк, врач или выздоравливающий. — Достаточно. Все это, все эти вопросы — это моменты эволюции самого Заратустра. Откуда мы это знаем? Потому что у нас есть глава. Одна из конечных глав третьей части, которая называется... — Выздоравливающий. — Выздоравливающий. Сейчас Заратуст он еще не выздоравливающий. Сейчас он еще болен. — Повет ли он, или говорящий правду, освободитель или притеснитель, добрый или злой? — А может быть все вместе? — А я могу среди людей, как среди волков будущего. Того будущего, что вижу я. И для того, чтобы понять, о чем идет речь, откроем волик власти, параграф 713. Вот, я зачитаю вам этот отрывок. — Ценность — это наивысшее количество власти, которое человек в состоянии усвоить. Человек, а не человечество. Человечество, несомненно, скорее средство, чем цель. Дело идет о типе. Человечество — просто материал для опыта. Колоссальный излишек неудавшегося. Поле обломков. Именно поэтому за отсутствие говорит всегда «сверхчеловек», а не «сверхлюди» или «сверхчеловечество». Сверхлюдьми могут быть только отдельные индивиды. И во имя этих индивидов должны существовать все остальные обломки и неудавшиеся эксперименты. Я уже говорил вам, повторюсь еще раз, когда речь зайдет о прогрессии, Миша прямо скажет, прогресс измеряется количеством человеческих шерков. Или, вернее, его удобнее и лучше измерять именно так. Жертв, принесенных, естественно, для создания одного полноценного человека. И в том моем творчестве и стремлении, что творить, среди людей на то, что является обломком и загадкой и ужасной случайностью. Да, и в том задача Золотусты, чтобы победить случайность и из обломков собрать полноценного человека. И тут Золотусты говорит нам интересную вещь. Как вынес бы я быть человеком, если бы человек не был так же поэтом и органчиком, и изволителем от случая. Смотрите внимательно. Поэт ли он или говорящий правду, освободитель или притеснитель, добрый или злой? Спасти минувших и превоззывать всякое было в так хотел я. Лишь это назвал бы я избавлением. Воля так называется освободитель и весник радости. Так учил я вас, мои друзья. А теперь научитесь еще вотчему. Самоволя еще пленится. Да, воля это освободитель и весник радости. Почему она направлена в будущее? Прошлое не изменить. Настоящее не изменить. Можно изменить только будущее. И будущее мы меняем с помощью воли. Так говорил Золотуст и лгал. Потому что теперь он говорит нам кое-что еще. Воля не освободительница. Воля пленница. Волить это освобождает. Но как называется то, что и освободительно заковывает в цепи? Это было. Так называется скрежет сугубовный и сокровенный печаль воли. Бессильная против того, что сделано. Она злобный созерцатель всего минуты. Есть то, чего не может воля. Воля не может изменить прошлого. И я напоминаю вам, что философ, когда говорит о прошлом, видит все человечество. И видя все человечество, расстраивается. Этого не изменить. Из позорной истории отвратительного человечества нельзя изменить. Она уже свершилась. Поэтому философ не должен ненавидеть человечество. Нет, именно поэтому Золотуст и ненавидит человечество. И отравлен духом мужчине. Но когда он преодолеет, то ненавидит. Когда он преодолеет, тогда преодолеет. И как он ее преодолеет, это другой вопрос. Но он станет настоящим философом, получается. Да, тогда он приблизится к сверху человеку, конечно. Вспять не может валить воля. Не может она победить время и стремление времени. В этом скоренная печаль воли. Волить освобождает. Чего только не придумывает сама воля, чтобы освободиться от печали и посмеяться над своей тюрьмой. И когда воля понимает, что она заключена во времени, и что она не способна вырваться из времени, не способна изменить прошлое, она сходит с ума. Потому что воля освобождает. В этом ее главный смысл. В этом ее суть. Даже если это лживое освобождение и освобождение сумасшедшего. Безумством становится каждый пленник. Безумством освобождает себя и принянная воля. Воля неполноценна, но ее ограничивает не Бог, не добро, но только время. Время не бежит назад. В этом досада ее. То, что было, так называется, камень, который она не может покатить. И вот как это на камне досады и гнева и мстит тому, кто не чувствует подобно ей гнева и досады. Все остальные не чувствуют. То есть простые люди не ощущают этого гнева и досады, который ощущает золотустра. Потому что простые люди думают, что я совершил в прошлом. Золотустра думает, что человечество достигло в прошлом. Именно поэтому золотустра ненавидит отребье и мстит отребью. Отребье не понимает. Отребье смотрит на себя в зеркало. Последний человек смотрит на себя в зеркало и говорит, я прекрасен. Посмотрите, мы нашли счастье, говорят последние люди, и моргают. Но когда философ смотрит на человека и человечество, он находит только отвращение. Ибо мчение, как вы и говорили в конце нашей прошлой встречи, на самом деле оказывается вышедшим из мщения, из желания отомстить. ...воля освободительной сопричине и страдания. И на всем, что может страдать, вмещает она, что не может преуспеть. Это только, это и есть само мщение. Да, и это не просто одно из мщений, это и есть суть мщения. Почему человечество – это болезнь? Потому что даже лучшие представители человечества, в ком воля достигает своего пика, оказываются отравлены местью и срываются к мести. Что это за лучшие представители? Мы читали уже о «Тысячей одной цели». И там названы были лучшие народы. И мы можем назвать лучших представителей лучших народов. Тех, кто дал им мораль. Они дали ее из мести. Кто видел Моисей? Что жить, как жили евреи в его время, в кавычках, жили евреи в кавычках, время в кавычках, Моисей в кавычках. Нельзя. Но евреи-то были всем довольны. Поэтому он хочет отомстить им. Что видит Иисус? Иисус видит, что так, как жили евреи в его время, жить нельзя. Но они довольны. Что видит Зараастер? Зараастер видит, что так, как жили в его время, жить нельзя. Так, как жили люди, жить нельзя. но они живут и довольны. Они создают свои учения из мести против этих людей. Вы должны жить по-другому. Вы должны жить иначе. То есть всякий, кто выступает с... Всякий благородный до этого момента, до золотувства, на самом деле был лишь мстителем. Отомстить за себя. Отомстить за то... Отомстить тем, кто не видит. За то, что ты видишь. То есть любой нефтьщий моральный, а не любой пророк. Давайте остановимся на созидающем. Суть есть эгоист, который... Нет, вообще нет эгоизма и альтруизма. Мы все эгоисты, поэтому нет эгоизма и альтруизма. Суть любого изменяющего учения, суть любого созидающего учения вместе. Поистине великое сумасбросство живет в нашей воле. Проклятием стало оно всему человеческому. Что это сумасбросство научилось духу? Дух мещения, друзья мои, он был и до сих пор лучшим помышлением людей. Да, и как так получается, что самое ужасное, что можно было сделать против человека, самое ужасное, что испытывал философ или благородный, оказывается и самым высшим. Откуда возникает эта месть? Дух мещения является лучшим помышлением людей. Мы должны понять, почему он является лучшим помышлением людей. Потому что он представляет как-то видеть. Когда философ смотрит на людей, он чувствует отращение. Он не завидует, он ненавидит их за то, что сами они не чувствуют отращения к себе, за их самодовольство. Помните, это грязь и довольство собою. С самого начала этот посыл был. Это есть высший помысел. Почему? Потому что он собирается это исправить. Самое лучшее выходит из самого худшего. Лучшее, чего достигли люди до сих пор, лучших изменений, которые они совершили, изменений, в смысле, при оценке ценностей, исходит из самого худшего, самого низкого, из желания отомстить. Почему люди должны чувствовать к себе отращение, если до этого христианство, люди, что одно человечество... Нет, люди не чувствуют к себе отращение, не должны. Не должны. Это и не должны. Но философ чувствует к ним отращение. Да. И на этом основании, отталкиваясь от этого, он изменяет мир. То есть, Христос ненавидел евреев, Моисей ненавидел евреев, евреям было хорошо. А цель Заратуста? И Заратуста до сих пор делает ровно то же самое. Наступает момент сейчас, когда он осознает это. И именно поэтому, когда он осознает это, следующая глава будет о человеческой мудрости, когда он поймет, что об этом нельзя никому говорить. И поза следующей главы он скажет, пока-пока, ребята, и покинет навсегда своих учеников. Он понял, что даже его учения исходят из духа мщения. Он объяснял, что нельзя следовать учениям талантов, потому что они исходят из духа мщения. Он объяснял, что нельзя следовать крестьянам, потому что они исходят из духа мщения. Но вот он и сам, оказывается, исходит из духа мщения. В воскрешении, друзья мои, он был до сих пор лучшим порождением людей. И где было страдание, там всегда должно было быть наказание. Да, и где было страдание, там всегда должно было быть наказание. Месть и есть наказание. Справедливость и есть наказание. Наказание так называет свое мщение. С помощью лживого слова оно притворяется чистой совестью. Так как в самом болящем есть страдание от того, что не может оно валить спять, то и сама воля, и вся жизнь должны быть доказанием. И вот накатило тучи затмучи на дух, пока наконец безумие не стало поведать. Все приходит и потому все достойно прийти. Да, смотрите, Заратус описывает нам всякое учение, глобальное учение, то есть христианское и, если хотите, буддистское, как более продвинутое христианство, учение. В чем идея? Есть то, что мы не можем изменить. Прошлое. В этом прошлом есть страдание. Мы не можем изменить страдание, которое мы уже пережили. Это нереально. По понятным причинам. Воля не может валить спять. И тогда, чтобы преодолеть это прошлое, чтобы жить с этим прошлым, мы говорим, там, где есть страдание, должно быть воздаяние. Мы требуем справедливости. Но там, где есть наказание, есть и преступление. И тогда мы делаем следующий шаг, который делают христиане и буддисты. Все, что с нами происходит, происходит заслуженно. Всякое страдание есть наказание за совершенное преступление. Спросите по-настоящему верующего христианина, почему он заболел. Он ответит вам, потому что я плохо подумал о дворнике, который не подмел мою улицу. Это наказание от Господа за то, что я совершил мысли преступления. Все приходит и потому все достойно прийти. И смотрите, это ведь следующий шаг, о котором мы говорим за отсутствие, это следующий шаг от христианства к буддизму. Назовите мне буддиста номер один, которого знает Ницше. Да, это прорицатель. Прорицатель говорит именно это. Это пессимисты. Самой справедливостью является тот закон во имя, что оно должно пожирать своих детей. Так поповедовало безумие. И следующий шаг от пессимизма к деградации, это какой? Что после пессимизма находится и ниже пессимизма? Нигилизм. Настя, но упорядочены все вещи согласно праву и наказанию. Огдив избавления от потовки вещей и от наказания существования. Так поповедовало безумие. Да, если существование причиняет страдание, то оно само по себе является преступлением. Где же наказание за существование? Ну, по ту сторону, да, конечно. Может ли быть избавление, если есть вечное право? Ах, не сдвинусь, все это было. Вечными должны быть все наказания. Да, и следующее. Может ли быть избавление, если есть вечное право? Какое должно быть наказание, если есть вечное право? Вечное наказание, да. Так появляется ад, рай или колесо сансада. Никакое дело не может быть уничтожено, оно может быть не сделано из-за наказания. Да, если наказание есть, то как? Вот, вот оно вечное, наказание существования. Существование вечное вновь должно быть делом и виной. И это чистый буддизм, это чистое колесо сансовое. Вы совершили преступление, существующее в рамках вечного права, за него вы должны быть вечно наказаны. И это вечное наказание, это существование. Ибо существование, это страдание. Поэтому вы должны быть вечно проходить через круг существования, через круг рождения и смерти. И вечно быть наказанными за свои преступления. Разве что, наконец, воля не избавится от себя самой и не станет волей не к волению, но к неволению. К неволению, да. Но ведь вы знаете, братья мои, эту песенку безумия. Да, это паралич и смерть. То есть это нигилизм в окончательном финале. Это буддистский нигилизм, желание выйти в окно. То есть перестать существовать, перестать перерождаться. То, о чем мечтает Будда. Прочь вел я вас от этих песенок, когда учил воля есть творец. Да, смотрите внимательно. Прочь я вел вас от этих песенок, когда учил воля есть творец. Но эти песенки встроены в идею о том, что воля есть творец. Потому что есть то, чего не может созидать воля. Это прошлое. И мы закольцовываемся в это. Как убедить это будет объяснено в видении загадки. Всякое это было есть обломок, загадка, ужасная случайность. Пока творящая воли не добавят. Но так хотела я. Пока творящая воли не добавят. Но так валю я. Так буду я валить. Но говорила ли она уже так? Когда это случается? Разве отделена уже воля от собственного безумия? Стала ли воля сама для себя изловительницей и вестницей радости? Забыла ли она прохмещение и искажет зубов? Достаточно. Для Максима Павловича я замечаю, что это вопрос. Не является ли учение о вечном возращении продуктом боли? То есть попыткой вырваться из этой спирали вниз. И кто научил ее примирению с временем и высшему, чем всякое примирение? Высшего, чем всякое примирение, должна хотеть воля, которая есть воля в власти. Но как это может случиться с ней? Кто научит ее валить вспять? Угу, достаточно. Две опции. Примирение со временем. И это крестьянство, буддизм, пессимизм, нигилизм. И нечто высшее, чем примирение. И это то, что Ницше называет, да, всему, что было и есть, это то, что называется вечное возвращение. Помните, что делает вечное возвращение? Если коротко, оно утверждает, что все прошлое необходимо для нашего появления и становления. На этом месте речи Заратурского только становился и стал похож на страну испугавшегося. Старство испугавшегося. Спуганными глазами он смотрел своих учеников. Нельзя избавить человека от мести, не избавившись от творящей воли, не избавившись от времени. Потому что человек – это креативность, то есть творение. Это воля и это временность. Вот три его фундаментальных свойства. Избавиться от них – значит избавиться от самого человека. То есть месть неизбежно заложена внутрь того факта, что человек есть креативная воля, растягивающаяся во времени. Это месть против времени в первую очередь, против невозможности, против бытия. Как мы уже с вами говорили, прошлое – это как раз и есть бытие, потому что оно навсегда осталось неизменным, навсегда будет неизменным. И именно поэтому у животных нет таких проблем. У них нет памяти, у них нет прошлого, и для них есть только становление. Все вещи пляшут перед нами, говорят звери Златуста. Златуста останавливается. И? На этом месте речи Златуста выпостановился и стал похож на старший испугавшийся. Я напоминаю вам отрывок, который мы читали, где был паук и луна. Это самая страшная мысль. Мысль о вечном возвращении – самая ужасная мысль. Именно поэтому сейчас Златуста не готов изложить ее никому. Но сам он, познав ее, испугался. С испуганными глазами смотрел он на своих учеников. Взор его, как стрелы, понизывал их мысли и тайные помыслы. Чуть погодя, он уже опять смеялся и грим добродушно. Трудно жить с людьми, и вот так трудно молчать, особенно ли болтливого. Да, Златуста заставил себя остановиться. Заставил себя не высказать им это выучение. Так говорил Златуста. Смотрите, так говорил Златуста, как бы все закончилось. Да, но тут вступает в дело Горбатый, который все это время молчал. Но Горбатый прислушивался к разговору и закрыл при этом свое лицо. Когда он услышал, что Златуста смеется, он слепопытно взглянул на него и проговорил медленно. Почему Златуста говорит с нами иначе, чем со своими учениками? Златуста отвечал. Что же тут удивительно? С Горбатыми надо говорить по Горбатому. Хорошо сказал Горбатый. А ученикам надо все разбалтывать. Но почему говорит Златуста иначе своим ученикам, чем самому себе? Да. Не начал ли Златуста уже скрываться? Не начал. Вот это серьезный вопрос. Он, по крайней мере, остановил себя. И следующая глава, это как раз глава про то, как Златуста познает самосокрытие. Давайте, если у вас нет вопросов, давайте. Ну, вот про первую часть. Не, не до конца ясно. Которая? Ну, про первую часть, имеете в виду, которая была об избавлении. Про великих людей. Не до конца ясно, что он не хочет. Златуста, ну, либо Ницше. Великий человек – это человек созидающий. Значит, если до этого существовали великие люди в какой-то одной из областей, и созидали в какой-то одной из областей, что в итоге хочет Ницше, чтобы… Это правильный вопрос к его колонесу, про поэт. Как вообще Ницше относится к художественной интеллиатуре, как таковой? Судя по логике, мы должны от нее избавиться, потому что в ней нет необходимости какой-то. Ну, главе о поэтах было сказано. Подождите, а вы были, когда мы чесали голову о поэтах? Или вы опоздали на голову о поэтах? Опоздали. Там был вопрос связанный с… Ну, мы там это все старались разобрать, но все равно давайте, давайте. Значит, то есть, что должен создать великий человек, который будет невелик в чем-то одном. То есть, он должен создать все, но все он создать не может просто потому, что… А в это тоже будет, конечно, это некий парадокс получается, что чтобы что-то создать, нужно затратить усилия. То есть, человек конечен, он не может создавать все. То есть, он должен создавать в чем-то, создавать что-то одно. Либо, ну, вот чисто так, предъявлено конкретно, либо он создает музыку, либо он создает картину. По поводу поэтов. Помните, с чего начинает Платон свою посылку? По поводу «Одна душа, одно занятие». Именно с этого невозможно, занимаясь двумя вещами, достичь такого же идеала, как занимаясь только одним делом все время. И эта платоновская посылка должна быть раздавлена Ницше, как и все остальные платоновские посылки. Он приводит нам в пример кого из существовавших людей. Кто похож на… Довинчи, да. Да. Достиг ли Довинчи пика мысли на тот момент сразу в нескольких областях? Ну, в нескольких. В нескольких, да. Ну, так именно поэтому Довинчи… Смотрите, поэтому Довинчи – это не сверхчеловек, а только пример, который показывает нам, куда мы можем двигаться. Тут тоже история. Довинчи делал что-то одно, но тем Довинчи делал что-то другое. А не параллельно? Ну, параллельно. Он был, наверное, и придворным инженером Гарда Спортса, и его придворным художником, и придворным инструктором. Ну, то есть идеал лучше, чтобы было параллельно. Ну, как-как? То есть если Довинчи было, допустим… Ну, он тоже в какой-то момент тоже случайность. Тут тоже коллега, наверное… Он, грубо говоря, не ухо, а ухо, глаз и рот, да? И может даже пальцы, да? Вот именно поэтому он не сверхчеловек, в кавычках, а пример, который показывает, что мы можем всё-таки человека собрать из этих обломков. То есть он доказывает, что один и тот же человек может быть не просто ухом, а ухом, глазом и всем остальным. И именно к этому мы должны стремиться. Ну, тут двояка вопросов. Что в итоге мы хотим, чтобы люди были съедающими во всех властях? Либо люди могли съедать во всех властях, но съедали там, где… Видите, Ницше же не даёт чёткого ответа на этот вопрос. То есть полноценный комплиментарный человек, как его называют Ницше, потусловно добра и зла, если я не ошибаюсь, должны ли мы контролировать то, чем он занимается? Но должен ли он быть способен на это? И более того, его воля к власти, если эта воля к власти способна применять себя во всех областях, она и будет применять себя во всех областях. То есть он так или иначе захочет заниматься всем. Не будет такого, чтобы он был узконаправленным. Но он не будет во всём лучше всех. Пример да Винчи показывает, что это возможно. Он был посредственно медиками. Именно поэтому да Винчи не сверхчеловек, а пример того, что такое возможно в принципе. Именно поэтому Ницше так превозносит Ренессанс и добродетели Ренессанса. То, что происходило во время Возрождения. Является ли комплиментарный человек и сверхчеловек одним и тем же человеком? Является ли философ будущего и комплиментарный человек одним и тем же человеком? Вот. Почему? Ну, и сверхчеловека ещё, может, не дали, что его не выявить по делам. Ну, не-не-не, мы теперь давайте заменим его комплиментарным человеком, чтобы было понятнее. Почему? Ну, комплиментарные люди, это не кишат по мосту, но это не... А не наоборот? Оставим только философов будущего и комплиментарных людей. Является ли философы будущего комплиментарными людьми? Вы говорите нет. Тогда вопрос. Вопрос, исходящий из простого, из иерархии. Кто стоит выше в иерархии? Комплиментарные люди или философы будущего? Да нет, для меня да. Ну, по-моему. Мне кажется, что философы будущего существуют для того, чтобы создать комплиментарных людей, а не наоборот. То есть комплиментарный человек, он ещё дальше, чем философ будущего находится во времени. И в этом смысле философ будущего и философия будущего – это просто шаг по мосту. Для создания комплиментарных людей, естественно. Но получается, тогда он служит комплиментарному человеку? По факту комплиментарный человек ему не будет стремиться дальше. Комплиментарный человек может стремиться куда угодно. В этом идее. А если вот, причём, не всегда Великий Полдень, то есть, допустим, философ после Великого Полдня не должен существовать. То как бы уже после Великого Полдня... Нечего больше находить, да? Да, зато, когда человек, может быть, должен принять после Великого Полдня. Великий Полдень – это вообще отдельная тема, которую надо серьёзно рассматривать, потому что так с коду я вам не скажу. Потому что, смотрите, ведь только что в Золотовстве рассказал нам, что произойдёт Великий Полдень. В Великий Полдень начнётся с клепа, и замок, и смерть, и ключи. Полдень – это мгновение. Полдень – это мгновение, когда секундная стрелка достигает 12. Что происходит потом? Сразу начинается закат. Как только будет достигнуть Великий Полдень, сразу начнётся закат, то есть сразу возрвётся новый ветер. Поэтому говорить о Великом Полдне как о конце философии, наверное, мне представляется более тяжёлым. Надо знать больше о Великом Полдне, и надо начитать четвёртую часть, потому что, по-моему, именно тогда, в конце четвёртой части, начинается Великий Полдень. В самом-самом конце, в самой последней главе четвёртой части начинается Великий Полдень. Появляется львица, улыбающаяся лев, голуби, и Золотовство говорит «настало время, я всё понял». Быть может, это и значит, что когда Золотовство всё поймёт, наступает время спуститься вниз и создать комплиментарного человека. Ну, где пятая и шестая части? И вы хотели вернуться назад ещё по поводу чего-то, о чём я забыл и просил вас. А, насколько Ницше ненавидит... Вот, и мы с этого начали. Платон ненавидит поэтов. Ницше ненавидит поэтов. В главе о поэтах Ницше говорит, в чём их проблема. Ну, и мы должны их пересстрелить. Да, конечно, конечно. Причём не у всех это проблема, не у всех поэтов существовавших. Поэтому, нет, и сам феномен будет, что литература будет. Сам феномен – это не проблема. Литература. Ну, почему? Смотрите, в чём обвинение к поэтам? Ну, понятно, что поэты создают художественную литературу. Да? В чём обвинение к поэтам? Не ко всем поэтам, но к большинству поэтов в том, что они ломантики. Они идеализируют. Они слишком глупые. Они не додумали всего до конца. Им кажется, что вдохновение и есть истина. Но вдохновение – это не истина. Вдохновение – это просто нашествие. Надо понять, откуда оно берётся. То есть вдохновение – это победивший инстинкт, который говорит, пиши вот так. Откуда этот истин взялся? Что он означает? В борьбе, с чем он победил? То есть поэт должен остаться... Просто, как я понял, Павел, по вашему вопросу, поэт не должен остаться. Поэт для учёного должен быть пилософ, который будет с шесть семей. Ибо они должны остаться. Вы поздно пришли. Да, они никуда не денутся. Учёный – это инструмент. Он не исчезнет. Он нужен. И поэт – это инструмент. Он никуда не денется. Он нужен. Просто тот поэт, который... Те поэты и учёные... Да, да. Как должна измениться наука, о чём мы спорили в прошлый раз? Так должна измениться литература, конечно. Нет, но так должна измениться наука, как всё-таки появление философа. Такого философа, то есть о чём мы говорили, это появление философа. Потому что это соединение поэта и на пути прошлого. Ну так, а поэзия же должна измениться точно так же. Вот как раз тут... Как мы изменяемся? Если изменяется в сторону философа, то это другой вопрос. Вы не говорите, что поэзия должна измениться, как бы... Вот если мы говорим о треугольнике... В сторону философа. Вы правильно говорите. Так же, как и наука. Тогда если поэзия меняется в философ, поэзия попадает, исчезает. Так же, как исчезает наука. Если мы говорим о треугольнике, мы... Но она никуда не девается, да? То есть она в философе исчезает, вы хотите сказать. Учёные же остаются, и наука остаётся. Она просто меняется, она становится другой. И поэзия остаётся, просто она меняется, она становится другой. Помните, кто поэт номер один для нас с вами? Он ведь поэт всё-таки. Он создатель художественной литературы. Кто это? Платон. Всё он пишет. Он пишет художественную литературу. Это художественная литература. Это чистой воды художественная литература. Вот герой. Вот он что-то говорит с ним, что-то происходит. Что это, как не художественная литература? Ну, понятно. Но она же одновременно и единственная философская литература. А золотомство? Что это, как не художественное произведение? А если полное название? Посмотрите. Это более угловный вопрос. Есть музыка, это что-то отдельное. То есть понятно, что музыка, она сама по себе хороша. Наоборот, она сама по себе плоха. Вас не было, что ли, когда мы музыку обсуждали? С музыкой есть серьёзнейшая проблема. Музыка возбуждает чувства. Как и поэзия, во многом музыка служит возбуждению чувств. Она просто более прямая. И в этом смысле музыка – это признак докаданства. Музыка – это наркотик. То есть вы слышите музыку, испытываете чувства, которые не ваши, которые в вас не возникли. Поэтому вы хотите снова слушать музыку, чтобы снова испытывать новые чувства. Поэтому нищего выступает строго против. Любовь к вам. Да, 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 да. Вагнеру с одной стороны, да, которую он бросил, и к противникам Вагнера с другой. Кого он там называет? Скармен Безе и Мендельсона. Вот два композитора, которых он выставляет против Вагнера. Но они, музыка только это и делает. Она вызывает чувства, которых у вас не было, которые не ваши, которые возникают не из вас. Музыка – это наркотик, ничего больше. Ещё какие-нибудь замечания у вас есть? Ну, хорошо. Хорошо. Хорошо.